Вот эта ротация, которая идет в центре обороны, ты как на нее смотришь? Просто постоянно идут разговоры о том, что в «Спартаке» ищут правоногого центрального защитника. Это вполне спокойно. Это же нормальная футбольная ротация, учитывая, что сейчас более такой график плотный. И весь ротирует. Я думаю, это приемлемо и нормально. Слушай, история, которая стала уже мемом. Я думаю, что ты сам в курсе. Может быть, ты наверняка хорошо с Денисом общаетесь. Ты понимаешь, о чем я говорю? Кто закроет Клоудинию? Как он на нее реагирует? Ну, да он вообще спокойно к этому относится. Как раз вы мне тогда задавали этот вопрос. Я у него спросил. Или он вообще не в курсе, что это такое? Нет, он в курсе, он читает, но это же нормально, когда про человека что-то пишет. Самое главное, он не принимает в этом участие, он там не говорит какие-то высказывания, которые потом взлетают. Это самое главное, что люди пишут. Ну, пусть пишут. Но ты сам прочитаешь, возвращай к Суперкуплу. Он закрыл Клоудинию тогда? Или это, ну, я не знаю, что это? Ну, честно, уже, как бы, игра давно уже была, поэтому мы постарались это отпустить, как-то, скорее, что результат отрицательный. Ага. Я думаю, сейчас вот игра будет. Я думаю, покажешь, на что он способен. Ну, ты считаешь Клоудинию сейчас лучшим игроком нашего чемпионата? Клоудинию не играет. А? Ну, он, возможно, вернется в общую группу и будет играть? Нет, ну, я согласен, да, он один из немногих, так сказать, в нашем чемпионате, который прям выделяется, яркий игрок. Вот, ну, у нас также есть принцип, который... Они же вообще полностью разные. Угу. Слушай, я слышал, что вы на заезд теперь не собираетесь. В день игры собирается команда и едет. Ну, так сказать, у нас есть нововведение, да, как бы, вот. Но там уже, сам принимаю, каждое решение, кто хочет, так то для кого-то, может, лучше дома остаться. Ты как действуешь? Я заезжаю в себя. Почему? Ну, не знаю, я, как бы, стараюсь отключиться от всех каких-то посторонних новостей и всего. Стараюсь в отель, там, процедуру спокойно, одному. Ты начитанный парень, золотой медалью закончил. Что ты сейчас читаешь? Сейчас Дэн Браун читаю, по Дэнче. Ну, это уже достаточно давняя литература. Довольно-довольно. То есть, руки дошли. А? А руки дошли сейчас. А из русского что? Из русского? Ну, естественно, нужно было ничего из русского. Почему? Ну, это все, так сказать, в школе осталось. Сейчас и более, естественно, интересует какая-то фантастика. Скажи, я был удивлен, увидев тебя на медиалинике. Ты такой парень интеллигентный, воспитанный. Как ты относишься к тому, что там такие страсти, ребята? Ну, это же тоже элемент шоу. Мне тоже интересно это посмотреть, учитывая, что Георгий и Соблилев, я с ним хорошо общаюсь. Вот, и приезжаем, и много ребят, знакомых в Би-Би-Ги играет. Поэтому просто приезжаю и друзьям поддержать. Слушай, какой был бы счет, если бы Спартак играл с Би-Би-Ги? Ну, так серьезно. Ну, мы видели все, Динамо Амкал, чем кончилось? Ну, я, честно, даже не знаю. Может, это в будущем и случится, учитывая, что Кудроц и Амкал играют в Кубке России. Может, и Би-Би-Ги уже заиграет. Ну, какой был бы счет, если бы вы заиграли? Да, честно, тяжело даже предложить. Ну, реально. Спасибо тебе большое. Все, спасибо. До свидания.